Совсем недавно в Казахстане официально разрешили ездить с превышением скорости. Оказывается, знаки с ограничением, размещенные с правой стороны дороги, не распространяют свое действие, если вы двигаетесь по крайней левой полосе. Это объясняется отсутствием дублирующего знака. Об этом стало известно после вынесения официального постановления старшего госавтоинспектора из департамента полиции Акмолинской области. Вот так новости, погнали разбираться! Водитель, здрасьте! А вы знаете, что теперь здесь вы можете не соблюдать скоростной режим? Не знал никогда. Вот смотрите, вот этот знак, он не распространяется на крайнюю левую полосу и по ней вы можете проезжать не 20, а 120 километров в час. Можно, вот смотрите, вам постановление Сёмкина, Сёмкин разрешил. Это вам на случай того, чтобы отмазаться от штрафов и от гаишников. Я как раз очень тороплюсь. Ну, спасибо Сёмкину. Поехал с ветерком? Всё, давайте, не благодарите. Мы планировали провести подобную акцию на дорогах, но получили странный ответ из комитета административной полиции. Те считают, что всё-таки водители должны соблюдать скоростной режим и бдить знаки с правой стороны. Вот их ответ. Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, отвечая на наш запрос, пишет, что согласно пункта 1, раздела 10 правил дорожного движения, водитель ведёт транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. На указанном в обращении участке автодороги Нурсултан-Щучинск водителям необходимо руководствоваться существующими средствами технического регулирования, вести транспортное средство, не превышая скорость движения, указанное на дорожном знаке, независимо от занимаемой полосы движения. А теперь мы представляем вашему вниманию впервые в истории опровергающий административный прецедент. Это постановление об отказе возбуждения административного производства. Создано оно 2 июня 2020 года в городе Щучинск. Старший госавтоинспектор ГДТИ ОАП Бурабайского РОВД майор полиции Сёмкин, рассмотрев материалы КУИ, установил, что в ходе рассмотрения и сбора материала, согласно стандарту Республики Казахстан 14-12 2017 года, дорожные знаки, кроме случаев специально оговоренных настоящим стандартом, должны устанавливаться с правой стороны дороги вне проезжей части и обочины. На дорогах с двумя и более полосами для движения в одном направлении, знаки с учетом характера содержащихся на них информации и местных условий, должны дублироваться, если они могут быть своевременно незамечены водителями из-за крупногабаритных транспортных средств. Дублирующие знаки должны устанавливаться на разделительной полосе, а при ее отсутствии на левой стороне дороги. Далее майор Сёмкин, руководствуясь статьей 741 части 1 пункта 2 КУАП РК, определил в возбуждении административного производства в отношении гражданина Яндиева отказать за отсутствием состава административного правонарушения. И это постановление о непривлечении к ответственности Сёмкин вынес после изучения вот этого видео. С ответственности соскочил Яндиев. Говорят, он очень состоятельная личность и плевать он хотел на знаки вокруг его новенького Мерседеса. Смотрите, с какой бешеной скоростью ехала машина под управлением Яндиева. Эксперты показали, что авто Яндиева двигалось со скоростью более 75 км в час. Другие экспертизы показали, что скорость была не менее 108 км в час. Ну, превышение, как мы понимаем, налицо. Это очевидный факт. Но Сёмкин говорит, что я магистр права, и мне лучше знать, кто нарушает, а кто нет. Семён Семёнович, ну давайте без самодеятельности. Вот здесь 500 рублей. Вот только от правды не убежишь. Снова какая-то путаница в МВД. Комитет административной полиции говорит, что знаки должны соблюдать все. Вне зависимости от занимаемой полосы движения. Сёмкин говорит, что нужны дублирующие знаки. Семён Семёнович. Ты дурак. В данной ситуации допущено рассогласование действий между должностным лицом и высшестоящим по иерархии органом. Это всё равно, что сказать 30 июля, что карантин будет смягчаться, а 3 августа его продлить. Об этой ситуации никто бы и не узнал, если бы не иск бухгалтера Яндиева. Представляете, он ещё и имеет и собственного бухгалтера. Мало того, что бедного тракториста привлекли к уголовной ответственности, так они ещё и сумму предъявили. Повреждение новенького Мерседеса оценено почти на 28 миллионов тенге. Хотя вина здесь Яндиева. Не было бы превышения, не было бы ДТП. Теперь касательно дублирующих знаков. Мы лично посмотрели, что там и как. И знаете, версия Сёмкина, ну никак не клеится со здравым смыслом. Во-первых, потому что знаки дублирующие там есть. Во-вторых, Яндиев, чувак местный. И он-то точно знает, что перед тем, как выехать из Щучинска, он должен проехать платный терминал. Ну вот какой местный идиот будет топить мимо арки, снося всё на своём пути. И в-третьих, ну как в таком проёме, который составляет порядка двух метров в ширину, разрешено пролетать со скоростью 120 км в час. Уму непостижимо. На огромной скорости машина это источник повышенной опасности. Все мы знаем, что любые впереди расположенные препятствия на скорости уменьшаются. Причём, друзья, обратите внимание, что эта часть предназначена для большегрузных автомашин. А вот эта часть для проезда легковых. Ах, ну да, нужно же учесть правила магистра майора Сёмкина. Эти знаки должны дублироваться, чтобы их соблюдать в противоположной стороне. И должны вот таким вот образом торчать на асфальте. Блин, ну вот за такую вот логику местных гаишников, ну точно не похвалить. Поймаю, оторву яйца. Да. Ещё раз остановлюсь на дублирующих знаках. Здесь существует огромный вопрос. Вот Сёмкин говорит, что их там нет. Но мы-то видим, что они есть. Ладно, майор Сёмкин, нам не верь. Вот тебе ответ официальный с Каза Автожол. Филиал акционерного общества национальной компании Каза Автожол, дирекция платных автомобильных дорог, в ответ на наш запрос сообщил, что на 230-м километре платного участка Нур-Султан-Щучинск установлены дорожные знаки, пошагово ограничивающие максимальную скорость со 140 км в час до 20 км в час. Данные дорожные знаки установлены по осевой и правой стороне. Тем самым действие знаков распространяется на все полосы. Ребята, ну и в заключение нашего мнения и обзора на эту ситуацию. Конечно, мы здесь склонны к закону. И, конечно, мы постановление Сёмкина попробуем обжаловать в законном порядке. И не потому, что оно подрывает имидж сотрудника полиции, дискредитирует в целом правоохранительные органы, а потому, что оно вовсе не должно существовать в природе, так как оно нарушает единообразное толкование в применении норм права. То есть, если оно, постановление, останется неотмененным, то все казахстанцы могут быть освобождены от штрафа по лозунгу «Сёмкин разрешил». На этом все, друзья. Ждем надлежащие реакции от уполномоченных органов. Не прощаемся. Делайте максимальный репост. И всех я вас жду в комментариях под этим видео. Не прощаемся.